Титанический, колоссальный, фантастический труд очень много интересного пишет. И то, что все это ведется к мировому правительству, это, в общем-то, и без Платонова, в принципе. Если человек имеет разум, то поймет. И, значит, оно практически готово. Ожидает, так сказать, больше интеграции в общий европейский дом. Или как в начале XX века они планировали, Соединенные Штаты Америки и Соединенные Штаты Европы создать с единым мировым правительством. Мало того, разработана как есть Организация Объединенных Наций, так и есть Организация Объединенных Религий. Она уже есть. И немалую роль там занимает наш бывший президент и Генеральный Секретарь Горбачев. Он там какой-то этот консультант по чем-то. И цель этого Организации Объединенных Религий, то есть объединить все религии воедино, кроме православных подвергнуть давлению. То есть православие у них это враг номер один. То есть все религии хороши, и сатанизм, и иудаизм, но все сливаются воедино, под единым руководством, а православных будут предаваться гонениям. Это уже постановлено, поэтому есть соответствующие материалы, документы и так далее и тому подобное. Кто сомневается, я опять отсылаю к книге Платонова. Есть книги другие, там Тайное общество XX века, Пятая колонна России и так далее, и так далее. Этих источников очень много, весьма интересных. По этой теме глобальный компьютерный контроль и так далее. Это уже в процессе завершения. И пройдет тот самый момент, когда, как нам сказано в Апокалипсисе, тот, кто не примет начертания зверя на чело и на правую руку, тот не сможет ни купить, ни продать. То есть обречен на голодную смерть. А кто не сможет принять, кто, вернее, не будет принимать? Естественно, православные. Почему? Потому что это, значит, символ Антихриста. Это компьютерная маркировка человека, так сказать, как вот он называет, биочипы, которые будут вводить и так далее. То есть человек, поскольку он есть образ и подобие Божие, а Бог есть абсолютная свобода, значит, человек тоже свободен. И всякая попытка человека контролировать, это уже есть нарушение воли Божьей. Если христиане будут этому поддаваться, значит, они изменяют Богу. Если христиане настоящие, истинные, то он никогда не пойдет на это, никогда не даст поставить себе печать Антихриста на себя. Естественно, он обречен на голодную смерть. Мало того, он обречен тоже на большие притеснения, муки за то, что он исповедует Господа Иисуса Христа. И вот это вот времена, да, времена тяжелые, страшные и опасные. И они придут. И вот тогда, то есть они явятся тем самым огнем, который отделяет золото, сену, допустим, и бумагу. То есть вся накипь, нечисть вся сгорит, а чистота, чистый, так сказать, золото останется. То есть люди, которые в религии случайные, они сейчас есть везде, в том числе даже и среди духовенства появляются. Это залетные, случайные люди, которые с корыстными целями пришли. Сейчас много таких развелось. Эти все не будут в православии задерживаться. Они быстренько мимикрируют, примут другое. А те, кто настоящий, да, это будет тяжело, это будет прискорбно, это будет мучительно. Это, может быть, будет муки и смерть. Но, однако, перед Господом эти люди останутся именно теми светильниками, которые, как те мучники, светят нам по сей день, так и они будут в Царстве Небесном, являться светильниками перед Господом Богом. Желаю вам всего самого доброго. Добрый вечер. Завтра церковь чтит воспоминания евангельского события, где Господь беседовал с самарянкой. Это весьма такой интересный момент был в истории земной жизни Господа Иисуса Христа. Заключался он в том, что женщина медленно, но поэтапно, духовно прозревала. Значит, был момент, когда Господь по пути из Иудеи в Самарию остановился у колодца, который некогда выкопал пратец Иаков. И апостолы пошли в близлежащее селение, чтобы купить что-то поесть. А спаситель остался. И в этот момент к колодцу приходит женщина для того, чтобы взять воды, набрать воды из колодца. И спаситель попросил у нее напиться, потому что не было ни ковша, ничего. И она удивилась, как ты пришел из Израиля, из Иудеи, и у меня у самарянки просишь воды. Потому что гордость евреев настолько была велика, что они просто не общались с самарянами. Не желали общаться. Она удивилась этому явлению. Тогда ей Господь говорит, если бы ты знала, кто тебя просит пить, ты бы сама у него просила пить. Как-то так. Вода, которую я дам, говорит Господь, от нее не возжаждаешь никогда. То есть никогда не захочешь пить. И женщина говорит, Господи, дай мне такую воду, чтобы я больше никогда не ходил пить. Потому что мне тяжело ходить за водой. И тяжело доставать, тяжело носить. Но она не поняла, о чем идет речь. Господь говорил о воде благодати. То есть как человек, как человеческому телу надо есть, пить, спать и так далее. То есть есть потребность, то есть физический голод имеется, или физическая жажда. Точно так же есть у человека потребности и духовные. И человек испытывает духовный голод и духовную жажду. И Господь говорил о той благодати Святого Духа, которую он даст. Он говорил о духовной пище, которую он принес. О Евангелии, о евангельском учении и о тех дарах Святого Духа, которые впоследствии люди получат после сошедствия Святого Духа на апостолов. То есть о таинствах. Но, естественно, она это не поняла. Она поняла по-своему, самым прямолинейным образом. И стала поэтому просить, дай мне такую воду, чтобы не хотелось пить. Но Господь ей стал объяснять, что человек, который приобщится к этому питью, у того самого потекут из него реки воды живой, воды жизни. Но опять это было непонятно. То есть о том, что человек, который приобщится к благодати Божией, он сам станет источником благодати для других. Ей это было непонятно. Тогда Господь говорит, видишь, она ничего не понимает, говорит, проведи своего мужа. Она отвечает, нет у меня мужа. Господь говорит, истину говоришь, нет у тебя мужа. Потому что пять у тебя мужей было, и этот, с которым ты сейчас живешь, тоже тебе не муж. И вот только после этого до нее дошло, что перед ней сидит не просто человек, а Бог. И она оставила все, побежала в село, с которым она пришла сообщить весть, что тот мессий, которого все человечество ждет, вот он здесь. Люди пришли, слушали Господа, уверовали в Него, смотря они очень быстро приняли проповедь евангельскую Господу Иисуса Христа. И этой женщине говорили, мы поверовали не потому, что ты нам сообщила, не потому, что ты нам сказал, а потому, что сами пришли и послушали. И, значит, здесь мы видим духовное прозрение. Господь, Он сердце ведется, то есть знает сердца и души каждого человека. И, значит, каждому доводит так, чтобы ему было понятно, чтобы быстрее до человека дошло. И, значит, эта женщина, поскольку не могла понять умом, то Господь довел до ее сознания именно через знание всех ее, всей ее жизни и ее грехов. И только тогда она поняла, что перед ней Бог. Другим Господь доводит по-другому. Сейчас люди, я извиняюсь, что употреблю это слово, но это так, люди, в общем-то, довольно сильно духовно деградировали и не хотят, зная, что есть Бог, зная, что надо идти в церковь, зная, что надо исповедоваться и причащаться, этого делать не желают по причине того, что ссылаются на отсутствие времени, хотя это тоже самообман. А почему самообман? Потому что перед телевизором мы теряем по многу часов и время на нем находим, а вот в храм пойти на полтора-два часа, у нас нет времени, выходной день нет. Значит, это что? Ложь. Самим себе. И Богу. Ну, себя-то мы, может, и обманем, хотя мы знаем, что это ложь, а Богу мы не обманем никогда. Так вот, сейчас, в силу нашего такого состояния, что мы знаем о Боге, знаем, что надо, знаем, что в храм надо, знаем, что исповедь нужна, причастие нужно, а не идем. Знаем, что кается нам, а не делаем. Господь доводит до нашего сознания через несчастье, через скоды, через скорби, через болезни, через страдания, через всякие невзгоды. То есть, раз мы не идем так, Господь нас подталкивает. Дело не в том, что нам Бог дает несчастье. Бог нам несчастье не дает. Не подумайте. Несчастье мы сами на себя призываем, мы сами себе стяжаем. Беды, беды, болезни, невзгоды, несчастье, скорби и так далее. Почему? Потому что, чем дальше человек от Бога, тем меньше в его душе благодати. Чем меньше благодати, тем меньше от нас добра исходит, тем больше мы поглощаем зла со стороны, то есть, в черную дыру превращаемся, своего рода, нашей души. Мы притягиваем к себе зло. На нас все сбрасывают зло. Естественно, мы от этого зла страдаем. То есть, мы притягиваем зло, и сознательно, и несознательно, если мы бежим без церкви. И это нам наказание. Человек устроен так, что как только плохо, он тут же вспоминает о Боге, сразу бежит к Господу. Тут же. И Господь таким образом приводит людей к себе, многих. Но еще большее количество людей таким путем приходит к Богу на короткое время. То есть, когда плохо, бежит в церковь, заказ, молебен, молится, покупает свечи. Ну, все сделает, что нужно. Сразу же помогает, довольно быстро. Да, смотришь, как-то решилось, проблемы все решились, больной выздоровел, какое-то чудо произошло. И вроде как чудо, вроде как и так должно быть. Вроде-то само собой все решилось. Все как-то уладилось в жизни, все восстановилось, все пришло в норму. И человек опять забыл про Бога. Опять отходит от Бога. В итоге, в итоге опять будет наказание. Почему? Потому что, мы к Богу уже подходим потребительски. Когда нам плохо, подай Господи. Мы молимся, просим и так далее. Когда все хорошо, человек забывает про Бога, про Господа Бога. Я всегда анекдот вспоминаю, что такой, в общем, несколько детский, но со смыслом, с большим. Когда падает с какого-то там этажа небоскреба и просит Господи, если останусь жить, уйду в монастырь, буду тебе, так сказать, всю жизнь посвящу тебе. Он упал, не разбился, встал и тут же усмехнулся и говорит, чего только с перепугу не подумаешь. Вот так и мы подходим. Но раз мы так подходим, значит, получается, мы еще больше к себе призываем беды и несчастья. Потому что мы просили у Бога, Бог нам дал, Бог нам помог. Вроде бы, как душа наша повернулась к Богу. Как стало хорошо, нам Бог не нужен. Опять сами по себе. Значит, это еще больше греха. И вот Господь нас через скоды, через скорби, беды, невзгоды ведет к себе. Правда, это мы сами себе создаем, но, однако, по промыслу Божию, все-таки, Он нас таким образом к себе ведет, нас спасает таким образом. И еще завтра великий праздник для всего нашего народа, для всего Советского Союза, 9 мая, День Победы. И праздник этот великий. Великий почему? Потому что рабство, в которое должна быть повернута вся Европа и Советский Союз, было разрушено нашей православной державой, нашим народом. Нашим народом. Естественно, что это было не без помощи Божией. И, значит, именно по нашей вере, по вере людей, значит, Господь даровал эту великую победу. И люди воевали за то, чтобы мы, то есть потомки их, были свободными и счастливыми. То есть, чтобы мы не знали никого в рабство. Они отразили все это слово фашизм, в принципе, не слово фашизм, а суть фашизма, так или иначе, она питает свои корни в сионизме, в сатанизме, в масонстве. Все это родня между собой. То есть, мы победили, в общем-то, большую дьявольскую силу, сатанинскую. А сейчас прискорбно слышать и видеть, как многие люди смотрят на Запад, смотрят на Америку, на Израиль, на другие страны, и говорят, что вот там, вот жить бы там, многие просто уезжают из нашего государства. А для чего что-то воевали наши предки? Для чего? Чтобы их дети и внуки потом им плевали в лицо, чтобы топтали их не могилу, так сказать, а скверняли их. Ну, я переносным смыслями веду. Что они воевали, погибали, а их дети или их внуки, правнуки, значит, сами лезут в рабство. Да, нам сейчас плохо. Да, нам сейчас против нас идет война. Не физическая, а война экономическая в первую очередь. Война духовная в первую очередь. Но мы ее сами на себя накликали. Мы польстились на ту ложную свободу, которую нам демократия предложила. И мы должны так же само воевать достойно, как воевали наши отцы и деды. А мы вместо этого поддались каким-то идеям космополитизма. Забыли про свою родину. И это грозит нам еще большими несчастьями. Поэтому я желаю, чтобы мы вовремя одумались, кто заблуждался на эту тему. Ну, и поздравляю всех с этой великой датой. И желаю тем, кто остался еще жив из тех, кто воевал, чтобы Господь укрепил их жизнь, укрепил их дух, ну, и простил все грехи, которые они как люди стяжали. Ну, а погибшим воинам, чтобы Господь даровал Царствие Небесное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok